Здравствуйте, меня зовут Иван Коновалов, ученик 9 класса школы 5 Айхал, Мирнинский район. Я представляю проект на трансформацию утилизированных вещей как метод и прием технического конструкторского моделирования. Цель проекта показать, как можно трансформировать утилизированные вещи путем различных методов и приемов, на примере симулятора для вождения автомобиля, сабвуфера и баспортфеля. Для достижения поставленной цели были решены задачи, результаты которых я сейчас продемонстрирую. Это баспортфель. Школьный портфель трансформировался в переносную акустическую систему. Динамики для портфеля были взяты из БУ аппаратуры с добавлением современного усилителя и аккумулятора. Данный сабвуфер трансформирован из БУ аппаратуры с добавлением современного усилителя, работающего через систему Bluetooth и аккумулятора. Преимущество данных моделей в том, что их производство очень экономично, так как они являются переносными и их не надо монтировать в автомобиль, что очень удобно в их использовании. Симулятор для вождения автомобиля был сконструирован из картонных коробок и других бросовых материалов. Мы считаем, что этот симулятор важен для подростков, которым очень хочется водить транспорт, но возраст не позволяет выйти на настоящую дорогу. Кроме того, в процессе игры на симуляторе запоминаются правила вождения. Сконструированный экономный вариант симулятора может охватить большой процент подростков для изучения правил дорожного движения. Таким образом, мы повышаем безопасность на дорогах, что является актуальным на сегодняшний день. На этот предмет мы провели исследование о необходимости разработки инструкций по сборке симулятора в домашних условиях из подручного материала для каждого желающего с мастерей самостоятельно. Мы создали лист соц. опроса. Мы провели исследование среди учеников 5-11 классов нашей школы. Исследование показало, что наша теория подтверждается практикой. Большая часть подростков желает водить автомобиль уже сейчас. Школьники понимают о важности вождения автомобиля не только как об удобном средстве перемещения, но и при помощи трудных дорожно-транспортных ситуаций, а также о важности безопасности на дорогах. Большинство подростков нашей школы хотели бы иметь симулятор у себя дома и готовы собрать его самостоятельно. Из всего этого мы вынесли решение, учитывая сегодняшнюю обстановку в нашей стране по количеству ДТП, а также обстановку в мире, связанной с новой коронавирусной инфекцией. Мы вынесли решение о том, что было бы рационально и полезно разработать инструкцию по сборке со схемами и чертежами. Симулятор для вождения автомобиля из подручных материалов для подростков. Это является нашей перспективной задачей в ближайшие месяцы. Продолжение следует...